Сегодня я хотел бы поговорить о новом фильме про Человека-муравья, Человек-муравей и Оса, Кванто-магия, фильм, понятно, американский, очередной фильм о кинематографической вселенной Марвел, вышедший в начале 2023 года, и, как я понимаю, весьма жестко обруганный многими критиками, в очередной раз вовлю себя на такой мысль, что мне хочется выступить адвокатом обруганных фильмов. Бывает наоборот, что фильмы принимаются на ура, а я их как раз совершенно никак не воспринимаю и ругаю. А бывает наоборот, что по каким-то причинам критическое сообщество против каких-то фильмов восстает, а я смотрю потом эти фильмы, ну или не потом, а вместе со всеми остальными, и думаю, а за что же картина ругает, вроде бы все здесь ничего, все вроде бы нормально. И мне кажется, что вот эта Кванто-мания, она, ну, вполне себе достойна приключенческих фильмов. Ну, о чем вы хотели просто, да? Мне кажется, что порой вот эта критика фильмов Марвел, она связана, конечно, ну, вот это безусловный фактор, с тем, что поначалу, конечно, Марвел, они произвели революцию в кинематографе, задав новый уровень качества, да, вот первый железный человек, да, то есть это же, ну, это действительно современная классика, безусловно, да, то есть вот особенно как он воспринимался вот тогда, по-моему, 2008 год, то есть уже 15 лет, а всей этой истории, вот действительно, это был прорыв, прорыв в области развлекательного кино. Или, ну, да, потом Тор был как бы попроще фильмом Капитана Америка, тоже как бы можно его принимать или не принимать. Ну, Хаук тоже ведь, ну, в общем, уже с самого начала там пошли все-таки фильмы разного качества, скажем так, да, то есть где-то получше, где-то похуже, но в любом случае всегда была вот эта амбиция, да, и когда, допустим, герои начали объединяться, и не только в Мстителях, именно в Мстителях, ну, допустим, вот про Капитана Америка, вот этот фильм, который у нас получил название «Противостояние», там же практически тоже все герои тоже присутствуют, все эти те же самые Мстители, то есть это была именно что, ну, амбиция на, ну, нечто такое, как бы грандиозное, революционное. И, конечно, в последнее время, в последнее время эта амбиция, она как бы не то, что сходит на нет, но есть такое ощущение, что количество стало преобладать над качеством, то есть фильмов этих все больше и больше, и вроде бы уже по мере вот этого развития вот этой вселенной, которая уже, ну, прям вышла за, ну, даже за пределы 30 фильмов, уже, наверное, пошел отчет четвертого десятка, а что вроде уже они как-то слабеют и слабеют, и вот этот контроль над качеством, он утерян. Хотя, ну, в общем, это такая, это, скажем так, дискуссионный вопрос. Вот, кстати, если говорить о качестве, то, допустим, герои, уже появившиеся, ну, как бы во второй волне, да, этих Мстителей, что Доктор Стрэндж, что Человек-муравей, это же первые фильмы про них были, они были, безусловно, такими очень яркими, и они, вот, по-своему, даже новаторскими, да, они предлагали новых героев, в некотором новом ключе шел рассказ о них, и вот если говорить о Человеке-муравье, то есть это, конечно, было же очень забавно, очень удивительно, вообще сам прикол, да, я в свое время угорал прямо от того, что Человек-муравей может быть супергероем. Потом удивился, так как я прочитал уже, вот, оригинальный первый комикс, оказывается, он действительно был вот одним, ну, не одним из первых, но вот в числе первых вот этих Мстителей, уже был этот Человек-муравей в начале 60-х годов, такая, ну, может быть, чаще становились как раз гигантским, таким, да, гигантом, нежели крошечным муравьем, но это, наверное, во многом, как бы, связано с рисунком, что не всегда, как бы, интересно изображать точечку, ну, по сравнению с другими масштабами, скажем так, может быть. Но, в любом случае, вот, герой существовал, и вот, когда был снят у него фильм, то, конечно, вот, наверное, в первую очередь режиссер, ну, и, конечно, вообще вся команда, понятно, что и продюсерский контроль был очень большой, но вот режиссер Пейтон Ритт, и он, в любом случае, правильно очень поймал вот эту интонацию, абсолютно такая самоирония. То есть, этот смешной, это комичный фильм, безусловно, зрелищный, с какими-то там тоже, как бы, яркими моментами динамичными, но в итоге, конечно, они сами по себе явно смеялись. Блин, человек ворове, ну, что ж это такое? И вот это, конечно, фильм про становление героя, про то, как простой человек, оказывается, вот, вдруг примеряет на себя, вот, костюм супергероя, они, конечно, всегда гораздо более выигрышны, чем продолжение, это можно говорить, я упомяну только уже о Железном Человеке, о Докторе Стрэндже, что вот первые фильмы всегда выигрывают. Ну, с другой стороны, это можно говорить, наверное, о любой франшизе, что, да, по крайней мере, первый фильм, он оказывается самым козырным. Это бывает не всегда, но, скорее, вот, когда бывают исключения, то вот, можно как раз это сказать, что исключения лишь подтверждают правила. Потому что, вот, допустим, уже второй фильм про Человека-муравья, я помню гораздо хуже. Ну, да, я его посмотрел и как-то, ну, что называется, посмотрел и забыл. Да, там уже, как бы, пошло развитие вот его осой, а там уже появилась, как бы, мама осы, и, ну, как бы, было новое развитие. Ну, уже, как бы, это. И вот мне кажется, что как раз третий фильм, Квантомания, он сделан даже в правильном ключе, потому что он, скорее всего, вот так просто не забудется. К нему предъявляют претензии, что он якобы не развивает мир мстителей. Ну, это, в общем-то, спорное, спорное такое суждение. Мы никак не знаем, как все это дальше, как бы, все это, чем обернется. И, наоборот, мы знаем, что главный злодей, вот, Канг-завоеватель, появляющийся именно в Человеке-муравье, мы уже можем знать, что он, будучи здесь побежденным, он побежден не до конца, и титры нам финальные подтверждают, что он еще вернется, и вернется не абы как. То есть, это, по сути, ну, можно предположить, что некий новый вариант Таноса, и именно с ним мстители будут бороться дальше. В следующих, вот, крупных фильмах, именно, как бы, где предполагается участие, так, всей основной вот этой, как бы, команды, претерпевшие определенные изменения в последнее время. Но, тем не менее, то есть, так что, в общем, уже одно это говорит о том, что вот эта претензия, что якобы квантомания никуда эту вселенную не двигает, они, ну, необоснованно. Здесь, как минимум, заявлен новый тип злодея, всемогущего, и который, ну, всех в какой-то момент победит. Да, и вот, я даже у меня открыл книжку с первыми комиксами про мстителя, он появился вот тоже из тех персонажей, этот Канг-Завоеватель, появился еще в 64-м году, и действительно начался с того, что победил всех мстителей, но потом, конечно, они-то как-то его начали одолевать, а вот, и, ну, там что-то тоже происходило. Ну, вот, то есть, так, слово о том, что вот эта кинематографическая вселенная, Марвел, она, конечно, продолжает подпитываться, собственно, комиксами Стэна Ли, вот, которые выходили еще в далекие 60-е годы, да? Вот, и мне кажется, очень правильно, вот, опять же, я, как бы, противостою обрушившимся на фильмы критикам, что мне кажется, что правильное абсолютно было решение переместить человека-муравья, не продолжать его некие приключения в современном мире, а, как бы, переместить его в новый мир, и вот тут, именно в тот мир, в котором только он из всех героев Марвел и мог оказаться. Во-первых, он маленький, да, то есть, куда может маленький мир, маленький герой отправиться? Ну, конечно, да, любопытно, когда он действует в настоящем большом мире. Ну, постепенно, если вот так проводить мозговой штурм, да, то вполне можно прийти к мысли, что логично, если маленький герой отправится в маленький мир, то есть, как бы, в мир еще меньше нашего. То есть, он попадает вот в кванты мир, который, к тому же, был заявлен уже и в предыдущих сериях. В частности, вот, собственно, во второй серии из него и вернулась героиня Мишель Пфайфер, и, вот как оказывается, эта героиня сохранила многое в тайне, про многое не говорила, что она вовсе не про Тампа в этом квантовом мире провела 30 лет, вовсе не в одиночестве, а оказывается, этот квантовый мир более чем населенный, такая же вселенная, как наша, ну, со своими, может быть, иными, как бы, законами физики, со своими, как бы, чудаковатыми жителями, а вот, ну, там тоже жизнь. Вот про это она умолчала, и вот тут мы узнаем, когда все вместе они, с той же Мишель Пфайфер, они в этот квантовый мир попадают, и дальше пытаются, как бы, из него выбраться, но при этом, конечно, как бы, вот, разобравшись с местными проблемами. Мне кажется, вот это как раз очень и очень логично, и ложится, вот, как бы, вот в эту историю, заявленную Человеком Муравьевым, у меня полное ощущение, что, наверное, никак, когда они это прорабатывали, самый первый фильм, который вышел еще аж в 15-м году, и вот продолжение его вышел в 18-м году, что, конечно, вот эта линия, что дальше они окажутся, вот, именно в этом квантовом мире, она, скорее всего, полно, изначально подразумевалась, да, просто для нас это стало сюрпризом, но по-по-хорошему, да, вот, по планированию вот этой всей сюжетной линии, ну, наверное, это должно было быть, потому что очевидно, что вот этот квантовый же мир, он, действительно, он же не родился в третьей серии просто так, ниточки к нему были протянуты уже и с первого фильма, и с второго. Вот, так что, вот, опять же, не соглашусь с критиками, мне кажется, вот это развитие этой вот трилогии в рамках вот большой киновселенной, оно более чем логично. Ну, перейду к каким-то таким уже, что называется, частностям, мне показалось очень любопытным, как здесь, ну, создатели фильма, они играют с атмосферой вот этого квантового мира, которая мне лично показалась очень похожей, но, во всяком случае, напомнила атмосферу первых звездных войн, во всяком случае, сцена в баре, вот, с которой, можно сказать, наше знакомство с квантовым миром этим начинается, но оно прямо, она прямо для меня чуть ли не прямым референсом является аналогичная сцена в «Новой надежде». Главное, конечно, тут то, что, если вы помните, что в фильме Джорджа Лукаса, который вышел в конце 50-х годов, еще спецэффекты, конечно, они касались космоса, вот, и всех вот этих пиф-паф стрелялок, а все инопланетяне, они были, ну, по нынешним временам весьма и весьма смешны, это были не спецэффекты, вот просто костюмы. И вот похожая стилистика, она мне показалась вот задействованной в «Квантомании», что это такие нелепые какие-то инопланетяне, что мы прям как бы чувствуем, вот, ну, что это люди в костюмах. Вот, во всяком случае, мне показалось, что это сделано даже специально, что это не доработки спецэффектов, а это вот такой, как бы, ну, как говорят, оммаж. Оммаж с «Звездным войнам», ну, вот это мое такое впечатление, как бы, сложилось. Потом мне понравилось, как здесь, в «Квантомании», именно вот в «Квантомании», даже не во второй серии, а именно здесь расширяется, ну, делается, как минимум, попытка расширить зрительскую аудиторию, что это вообще редкий комикс-фильм, в котором задействованы три поколения одной семьи. То есть, в данном случае, у «Человек-муравей» и «Оса», они на самом деле откатываются даже на некий второй план. То есть, они уже, ну, они явно не на первом, а да, на них приходятся там какие-то важные сражения, но, по сути, в центр повествования выходит дочка «Человека-муравья», ну, вот, Скотта Лэнга, Кэсси, ну, дочка от первого брака, и именно она становится здесь двигателем сюжета, и при этом значительно расширяется роль Мишель Файфер, собственно, знающая этот «Квантовый мир» гораздо лучше, чем все остальные, она здесь провела, как уже говорилось, 30 лет, и вот, получается, сюжет движет вот внучка и бабушка. Ну, бабушка, она, получается, она не прямая бабушка, да, то есть, не по крови, но я, скажем так, имею вот этого, в их семье она все равно, конечно, получается, роль бабушки выполняет. Там уже не будем вдаваться, живет Кэсси с отцом или нет, или как это все там. Но, в любом случае, Кэсси показано, что она очень дружит вот с профессором, да, с героем Майкла Дугласа, вот вместе с ним она там становится его ученицей, и вот, собственно, этот путь в этот «Квантовый мир» и открывает. Вот, и вот это, какой-то ведь работает, да, на расширение аудитории. То есть, кому-то больше интересен, понятно, «Человек-муравей» по старинке, потом для новых, как бы, может быть, зрителей привлечет Кэтрин Ньютон, новое лицо в этой вселенной, кстати, любопытно. У нее пока не такая, по-моему, еще большая фильмография, хотя она играет с детства, да, то есть, я имею в виду небольшая фильмография в смысле каких-то ярких, заметных таких взрослых фильмов, но она играла на фильме нашумевшем, наверняка его сразу вспомните, трибилборда на границе Эбинга-Миссури. Так вот, она играла ту самую дочь, пропавшую главной героине, пропавшую и убитую. Да, там, понятно, что роль совсем крохотная, но, тем не менее, знаковая, как минимум, да, то есть, это такой момент в фильмографии, ну, заслуживающего внимания. И вот теперь, конечно, она получает, ну, как бы, новый старт карьеры, обретает всемирную знаменитость, вот, становится, ну, вот, лицом вот этой истории, даже не будучи вынесенной в титры, да, Человеком-Муравьем остается Пау Рат, Асоя остается Эвен Джейни Лили, ну, вот эта Кэтрин Ньютон, вполне возможно, она в дальнейшем их как-то обгонит, учитывая то, что она здесь тоже надевает костюм, тоже становится супергероиней, пока не очень понятно, вот, по-моему, ее здесь, ее не назвали, кто она будет, Муравьишка или Осишка, но это мы, как бы, я так понимаю, поймем со временем. Вот, и, ну, если говорить об актерах, то вот Канга-Завоеватель играет Джонатан Мейджорск, вокруг которого в последнее время, ну, как раз где-то с выхода этого фильма разворачиваются неприятные для него события, в том плане, что он вдруг оказался отмененным, актер не успел прославиться, а уже, как бы, его отменяют, что ставит, конечно, под вопрос производства следующих фильмов. Ну, может быть, к тому моменту, когда этот ролик появится на моем канале, может быть, и проблемы все будут решены, и уже что-то будет решено с судьбой этих фильмов. Вот, на данный момент, вот, когда я этот ролик записываю, еще и пока ничего неизвестно, и неизвестно, какова судьба будет уже заявленных картин. Вот, ну, посмотрим. Сейчас в Америке с этим делом, видите, все строго. Стоит кого-то отменить, как тут же вся карьера у человека, может, нарушена. Ну, вот, про него я могу, кстати, сказать, что я весь фильм смотрел, будучи в полном убеждении, что это молодой такой Дензел Вашингтон. Хотя, на самом деле, сын Дензела Вашингтона, как мы знаем, играет в других картинах, вот, и даже, на самом деле, не так уж на него похож, а вот этот парень, ну, прямо, вот, вылитый, вылитый он, ну, вот, как бы, вылитый он в молодости. Ну, раз я уже говорю про актеров, ну, конечно, стоит выделить появление недолгое, но эффектное Билла Мюрре, вот, и для меня стало это даже удивлением, я как-то упустил этот момент, что он вписался тоже во вселенную Марвел. И Кори Стоу здесь появляется, актер из первого Человека-Муравья, оказывается, его злодей вовсе не погиб, а, скажем так, трансформировался и обрел нового себя, вот, уже в этом квантовом мире. Ну, вот это, если говорить об актерах, вот, и, конечно, если вот критиковать третьего Человека-Муравья, то, наверное, в первую очередь за то, что здесь нету Майкла Пенни, который вот играл друга, вот этого друга, человек, Скотта Лэнга, вот, славного своей скороговоркой. Его появления в первых двух фильмах, они были мимолетны, но они были очень эффектны, и они создавали, ну, то есть, это уже как бы была фишка. Здесь он по понятным причинам отсутствует, потому что все действие картины происходит вот в рамках этого квантового мира, там только вот, как бы, короткое начало и эпилог в реальном мире, а потом бац, и все уже происходит в квантовом мире. То есть, это фильм, как раз вот редкий фильм, пока чуть ли не первый, наверное, фильм Марвел, в котором весь фильм спецэффект, да, то есть, потому что они от и до находятся вот в вымышленном пространстве, с огромным количеством вымышленных, вот, действительно, даже, получается, не инопланетян, вот, землян, но вот, как бы, живущих у вас на особой, скажем так, земле уже, вот, где-то там, каких-то микроскопических таких, как бы, в какой-то микроскопической капельке. Вот, и это тоже, по-моему, некое движение вперед, как бы, да, то есть, это, ну, это любопытно, да, как поменьше иметь. И на что мне еще под конец тоже хочется отметить, что, да, мы прекрасно понимаем, как у нас выходят сейчас американские фильмы, да, в России. И, ну, мы можем только, как бы, огорчаться, но и принимать это, что делать. Ну, вот, что касается вот этого Человека-муравья, вот этой квантомании, есть такое ощущение, что вообще картина могла не выйти в прокат, даже если бы никаких проблем не было. Ну, во всяком случае, да, наверняка она все равно бы вышла, но, а кто знает, может, и запретили бы, потому что здесь, конечно, сюжетно весьма сильна тема революции. Революции, которая вот нарастает в этом квантовом мире против вот этого Канга-завоевателя, местного диктатора, тирана, и вот как народ против него восстает. Ну, конечно, благодаря пришельцам, благодаря вот этим, в частности, в первую очередь, благодаря Кэссе, Человек-муравей пытается, как бы, отмолчаться долгое время, но его дочка настаивает, ты должен этим людям помочь, не беда, надо, как бы, надо возглавить революцию, ее подтолкнуть. И вот это, конечно, тема свержения диктатора. Ну, в общем, она даже в этом фантастическом антураже, она какие-то мысли навевает, тем более, навевает вот этот самый персонаж упомянутого Кори Стола, который приспешник этого Канга, и к которому вот говорят в какой-то момент, что, ну, ведь совсем не обязательно всегда быть гадиной. И, да, то есть, это, как бы, не всегда работает в реальности, и чаще всего гадиной так гадиной и остается, но вот в этом фантастическом мире, в мире Марвел, чудеса возможны, и приспешник Гадины, сам Гадина, в какой-то мере, исправляется и счастливым образом, в общем, как бы, во всяком случае, как он сам думает, входит в состав Мстителей, ну, возможно, и так. Вот если бы это было возможно еще и в реальности. Ну, вот если, как бы, подытожить, я не могу сказать, что, прям, вот этот Человек-Муравей, вот эта его третья сольная серия, ну, дуэтная, скажем так, серия, потому что он Человек-Муравей и Оса теперь все-таки, да, вот, что она, ну, прям, что-то из себя нечто выдающееся. Но при этом мне, я совершенно против вот всей этой критики на фильм обрушившийся. Мне кажется, что он более чем достойный, в нем есть масса каких-то своих плюсов, и, как я уже сказал, что, скорее всего, он, ну, не забудется просто потому, что, вот, он переносит впервые, вот, в истории Марвела, вот, в этой вселенной, он переносит героев, прям, вот, совершенно в иную среду, даже не в космос, как в случае со Сражами Галактики, например, а вот, как бы, в такой микро-космос, то есть, ну, вот, в нечто совершенно новое. В космосе тоже бывал, понятно, и Тор, вот, но, вот, вот эта квантомания, она, по-моему, предлагает даже, как бы, совершенно новый вариант развития событий и предлагает, мне кажется, как раз, вот, новые какие-то возможности, потому что, как герои из реального мира смогли попасть вот туда, так вполне возможно, и персонажи, вот, из этого квантового мира в какой-то момент более, чем возможно, вот, могут оказаться и на вот этой Марвеловской земле. Поэтому, вот, этот фильм, все-таки, мне кажется, заслуживает внимания, и, мне кажется, вот, действительно, он заслуживает внимания еще и потому, что это не просто фильм про человека-муравья, но это тот фильм, который именно встроен в это, вообще, вот, в сюжетную эту линейку и наверняка повлечет за собой вот некое сюжетное продолжение, хотя бы потому, что вот это заявлено, именно здесь злодей, а потом окажется, в общем, более чем важной фигурой в следующих уже мстительных, скажем так, фильмах. Поэтому, просто, чтобы понимать, что будет дальше, в эту квантаманию нельзя пропускать никоим разом, вот, как мне, во всяком случае, кажется.